В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. 18 экипажей выйдут на старт регаты крейсерских яхт «Паруса Кандалакши». Следи за знаками. В Кандалакшу установят временные указатели. Новые векторы в развитии туризма. На чем делают акцент участники Дней приграничного сотрудничества. Июль месяц, который не за горами. Время большой воды. Каскад Нивских ГЭС снова предупреждает о начале производства холостых сбросов воды. Работа намечена на 3 июля. Холостые сбросы, как уточнили энергетики, будут осуществляться через водосброс Нива ГЭС-3. Ориентировочный расход воды при этом будет колебаться от 30 до 100 кубометров в секунду. Во избежание неприятностей и различного рода ЧП горожанам рекомендуется воздержаться от походов на речку и предупредить появление детей у водоема. Международный форум, объединивший ради одной цели развития приграничного сотрудничества, более 150 человек продолжает свою работу. Сегодня пленарные заседания прошли в Кандалакше. Повестка дня насыщена и разнообразна. Вызовы современности заставляют думать наперед. Уже сейчас бизнесмены из Скандинавии готовы делиться с российскими предпринимателями реальными идеями и проектами по развитию территорий. Тренды новые, но сформированы они на опыте прошлых поколений. Все актуальнее сейчас становится гастрономический туризм. Новые направления и новые маршруты иностранцы, несмотря на все потрясения, происходящие на мировом политическом Олимпе, не теряют интереса к русскому северу. Нам есть чем удивить, а значит и заманить к себе туристов. А чтобы впечатление у них не испортилось сразу после пересечения границы, необходимо решать проблемы, главное из которых отсутствие инфраструктуры. Более подробно о решениях и идеях, озвученных в ходе дней приграничного сотрудничества, расскажем в ближайших выпусках Пульса города. Развивать туризм, бесспорно, необходимо это пополнение казны, это новые рабочие места. Но только работать над идеей наверняка должны не только власти, но и простые люди, мы с вами. И для начала необходимо постараться сделать так, чтобы в городе было чисто и красиво. К идеалу, конечно, стремимся, но дойдем ли – большой вопрос. Несмотря на многочисленные обращения и призывы в СМИ и социальных сетях, мусорных куч в Кандалакше меньше не становится. Горожане, как и прежде, продолжают складировать хлам у накопителей, тем самым нарушая правила благоустройства, принятые в нашем городе еще в 2017 году. Документ был представлен для общественного обсуждения, и все несогласные с пунктами правил могли высказаться. Но не стали этого делать, зато сейчас складируют там, где не положено то, что не положено. И вот в данных правилах есть статья 46, это как раз же касаемо нашего мусора. Статья 46, раздел 7, сбор хранения и вывоз отходов. Значит, особо у нас касается, нарушается, как правило, четвертый пункт. Это на территории поселения запрещается накапливать, размещать отходы производства и потребление в несанкционированных местах. Как правило, места это у накопителей, потому что есть накопители, и считают, что раз он здесь есть, то можно здесь валить все, что не попать. И есть восьмой еще пункт, это запрещается складирование отходов, образовавшиеся во время ремонта или строительства помещений, обрезки деревьев, кустарников, удаление или кошение травы и сорняков, в старой и неисправной бытовой технике. И предметов мебели в контейнерах, предназначенных для временно хранения бытовых отходов и потреблений, на площадках для размещения этих контейнеров. То есть о чем мы с вами и говорим. Я думаю, что у нас люди не каждый день покупают мебель, правильно? Не каждый день делают ремонт. И найти раз в несколько лет, заказать какой-то грузовой такси и вывезти свои, так скажем, отходы, это может, мне кажется, позволить себе каждый. Нарушение правил благоустройства карается штрафом. Максимальный размер его сейчас составляет для физических лиц 5000 рублей. К слову, уже зарегистрировано несколько фактов. И люди, принимавшие участие в захламлении территории, будут привлечены к реальной ответственности. Нашими сотрудниками проводятся еженедельные рейды. На основании этих рейдов мы направляем заявление в полицию. Вот на сегодняшний день уже семь материалов переданы из МВД кандалакшески специалистом для подготовки документов на административную комиссию, где будут приниматься решения о наказании лиц, нарушивших правила благоустройства. Разбирательство, штрафы, а можно как-то обойтись без них? Конечно, нужно просто вывезти старый шкаф, например, на городскую свалку. Мусор там принимают бесплатно. Сегодня мы лично в этом убедились. Так что никаких препонов. Собирайте хлам, нанимайте машину и вывозите на полигон. Впрочем, так действуют далеко не все. Подтверждение тому – стихийно возникшая свалка в микрорайоне Нива-3. На пустыре уже склад старой мебели. Несложно представить, что творится сейчас в окрестных лесах. И вот еще одна история, ярко демонстрирующая наплевательское отношение горожан ко всему тому, что происходит вокруг. Кандалакшеская достопримечательность – фонтан. Снова стал жертвой вандалов. И это уже не первая поломка. Похоже, что фонтан действует на хулиганов, как красная тряпка на быка. Ровно месяц назад под звуки бодрой музыки и под аплодисменты кандалакшеской ребятни городской фонтан был запущен в эксплуатацию. Сегодня на конструкцию без слез не взглянешь. У кого-то, видимо, отчаянно чесались руки. Впрочем, гадать о мотивах хулиганов можно бесконечно. Факт остается фактом – фонтан сломан. И в ближайшее время восстановлению не подлежит. В управлении городским хозяйством подсчитывают убытки и выясняют стоимость ремонта. По приблизительным подсчетам понадобится 1200, которых, понятно, в городском бюджете нет. Полицейские, меж тем, ищут виновных и призывают граждан к содействию. Жители Кандалакши, которые владеют информацией о людях, разбомбивших фонтан, или стали свидетелями этого происшествия, просят сообщить в управление городским хозяйством по телефону 9-2-2-0-9 или в дежурную часть полиции. Уже в это воскресенье в Кандалакше отпразднуют День города. Основные мероприятия, как мы уже сообщали ранее, будут организованы на монастырском наволоке. Добраться туда жители и гости нашего города смогут только пешком или на специальном автобусе. Для водителей, которые проигнорировали эту информацию, установят специальные знаки. Временные знаки будут действовать в период с 7 часов вечера 30 июня до 9 часов вечера 1 июля. Ограничители и предупреждения установят на участке дороги от поворота на Восточную до поворота на Заречную. Там будет действовать знак «Проезд запрещен». Кроме того, непосредственно на самой дороге регионального значения Кандалакша-Умба в районе поворота на Монастырский наволок уже согласована установка знаков, предупреждающих об ограничении скорости до 40 километров, а также о запрете поворота направо и запрете остановки транспорта. Горожане могут воспользоваться парковками, одна из которых будет оборудована на восточной, на конечной остановке пятого автобуса. Другая парковка будет действовать перед въездом на мост через реку Нива. Центральным событием Дня города, без сомнения, станет регата крейсерских яхт «Паруса Кандалакша». Яркое, зрелищное действие, привлекающее внимание не только местных жителей, но и гостей из других городов и даже регионов нашей страны. Регата «Паруса Кандалакша» станет частью большого ежегодного события межрегиональной регаты крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива». Ее дистанция составляет более 250 морских миль. Участники регаты дважды пересекают полярный круг, следуя по маршруту Чупа, Кандалакша, Умба, Саностров, Чупа. В этом году для участия в регате заявилось 18 яхт. Они прибудут в Кандалакшу из разных городов и регионов России. Москвы, Архангельска, Петрозаводская, Чупы. Мурманскую область на регате представят 7 экипажей яхтсменов. На этом наша программа подошла к завершению. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды на предстоящие выходные. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго, интересных, насыщенных, ярких выходных и до встречи в понедельник. Смотрите нас ровно в 19.00 на телеканале ТНТ «Кандалакша». Спасибо.